хелби суме шумики мы продолжим пройдите ру по названию dark souls 2 так мы по ходу попали очередной крыси народе скорее всего здесь будет воскрес серьезно вас не смущает то что я дерусь двоими один из которых сразу гигант хочешь жить умею вертеться как говорится спасибо что нахерячил мне спину огомню тихо 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 надо с водой лазить для и это чуть-чуть драчу вдаль побежал понимаете иди отсюда от меня сраный носорог почему только меня он может атаковать атакует того я тоже ясно сосюди сосюди вдвоем был да ты за Ладно, убью сначала слона. Всё, чел, теперь тебе жопа. И что? И всё. И всё. Человеческая фигурка получен. Всё. Ништяк. Чисто минус все фляги. Минус 4 минуты жизни. Хер, я туда теперь пойду, когда там ещё эта херня ходит. Но на самом деле он такой же сильный. О-о-о. Ну, натяну, ворачиваться стрел. Самое обидное, понимаете, будет то, что окажется... Что-то херня бесконечно. Как помните, в той локации, в которой мы играли до этого. Почему ты блокируешься? У тебя ноги небаблокируемы. Как это бесит. Большой щит. У меня такой есть, да, кажется? Не, прикиньте, у меня такого нету. Большой щит Мастодонта. Большой щит Мастодонта. Щит – первый рыцарь, защищающий замок Дранглика. Он очень тяжёлый, наделён силой молнии. Могучий первый рыцарь могут уродовать такие щитом, как... Перемышкам. Но обычно воин не просто даже удержать его в руках. Всё, что создал повелитель Алди, исчезает вместе с ним. Но Король постарался восстановить хоть какие-то фрагменты. Так, если что, выход там. Так, у меня четыре ключа есть. Ага, я вижу проход. Хорошо. В чём подвох? Такая большая локация не может быть просто так. Угу. Хорошо, что я тебя сразу заметил, чел. Не видел бы я, я бы даже не атаковал. Но я понимаю, что теперь каждый раз, когда буду отдыхать у костра, он будет подниматься. Так, у меня вопрос. Давайте пока я... Скорее всего, это можно поджечь. Давайте пока что, пока я в воде... Мы зажжём с вами... Мы зажжём с вами факел. Как я понимаю, тут нужно поджечь. Ту палку, которая там стоит. Теперь надо задать себе вопрос, нахуй, а? Ну, проход я и так видел. Хорошо. А, мне нужно ещё и ту печать активировать, чтобы открыть до конца. А, тут хороший. Но нужно использовать ветвь, которого у меня, конечно, нету. Ну, да, и последняя печать находится наверху. Получается, я трачу три печати. Ну, ладно. Я трачу. Ну, ладно. Ну, ладно. Ла-а-а-а-а-а. Ла-а-а-а-а-а-а-а. очередная гвардия крыс я могу открыть ворота да но тут их дохуя вы тоже об этом не забывайте у меня только два ключа осталось но которые конечно потрачу на то чтобы открыть ту дверь которую мы начали открывать душа гордого рыцаря барьеры так надеют и в тихо ренина пойдешь пока я буду читать барьер искривлением снаряжение вещь странный человек барьер искривления порча искривляющих пророчества в течение которого так короткого времени все заклинания отражаются у ведьмака и джилия ведьмака не было ученика поэтому неизвестно как он до нас дошло придуманы им порча возможно даже на самом деле у них совсем другой автор посох нужен что он там делает он ломает все но он нажимает кнопку теперь я понял обломок титанитом часто нормально все отбивал давайте думать сразу на что это будет ну нажму я пойди ничего не даст того сдрака того гнома мне нужно сейчас будет убивать таким способом то что он нажимает просто на кнопки так теперь пускай он кнопки нажмет чтобы шипов этих странных не было то что я не хочу через них идти нажимай все равно кнопку твари они сами пропадает все тогда можешь отдыхать так дальше это можно нажать дам значит мне предлагают сейчас вернуться обратно точно умеешь вот этого нету он дрась так интернет травам я понимаю что здесь какой-то будет босс то что место очень здорово ну снова нужно что-то искать чтобы я этой траве не ходил ну не по траве ну выпунил по воде снова две кнопки которые под ним поднимут эти ворота ну вот ловушки пошли так облумок титанита окаменевшая кость дракона ключ камень фороса большая душа солдата так вещи три ключа мне есть я могу активировать от те две двери получаются я нажимаю дверь просто закрывается монету дверей ладно пойдемте за вещи сходим подумал вещи это просто вода капает а его нельзя оживить а да 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 давайте по одному пожалуйста я понимаю что гномы как лумпа бумбы блять он принципе если так по очереди был опасненько сразу представляем я нажимаю это ворота закрывается здесь раз я нажимаю сюда фиг может произойти все что угодно нажимаю сюда открывается вот эти врата нажимаю сюда открывается эти врата большая душа отважного воина нажимаю сюда закрывается вот эти врата либо это сокращение пути не знаю что это нажимаю сюда три ключа открывается вот эти врата так я вижу босса так я вижу босса там босс потому что хотя не походу ладно плевать нажимаю сюда камеш открывается есть проход там то кто плане суть у меня сколько три ключа три ключа а я могу нажать сюда а живет а живет либо он либо как это хуйня произойдет я могу спрыгнуть сюда как вариант вещи камень кошкам наборы гирмар топор гирмов топор гирмов кочевников на первый взгляд грубое оружие но при внимательном осмотре можно увидеть тонкую работу мастеров народа гирм для человека тяжело но для любого гирма воина как перышко снова оружие немножко хуже моего но потому что мои плюс еще заточены давайте будем не забывать об этом надо не забывайте у меня еще душ хватает на целую прокачку да ладно здесь проход был ну это ворота здесь откроет я здесь и был да да здесь был подожди мне нужно получить туда ключ всунуть чтобы открылась нижняя часть это там где как раз проход по идее по логике должен должен открыться проход снова же я повторяю по логике а здесь логика может даже не работать фу буду надеяться я не обосрусь с ключом так сразу видно туман с боссом тогда делаем таким образом два ключа сюда вставляем хотя один может быть ключ сюда но мне кажется вот это как раз от этих ворот смысл смысле она не открыла вызывает еще серьезно прикольно ладно тогда пока что забываем об этой локации туда я могу перепрыгнуть по факту могу ладно делаем таким образом если там босс использовать все равно человеческую фигурку мы уже заработали одну пиздец и шуме теперь угадывать на где наш нашим на и другая плита по идее я должен был угадать почему-то не угадал а найс я поняла чего это было прикольно это я сделал себе так чтобы я теперь бегал так постоянно круто хотя туман очень яркий скорее всего даже там не будет босса но я лучше отдохну костра чтобы восстановить фляги минус ключ можно вернуться давайте какое-то полезное кольцо одену вылечить максимальную нагрузку здоровье повышает максимум от огня от огня от молнии от тьмы прошит атаку давайте чем ниже а ясно хороший перевес короче мне нужно чтобы а и он одинаковый начнем в чем то другое другая проблема а и и и и и и и и души хех лохис серия блин потрачу зря души бусом еще субьем боссом по-любому будем убивать но дело в том что я не хочу просто зря терять души так на остальное мы с вами буквально сейчас стрелы ну и тот кусочек что у нас подожди человеческой облики то что у нас осталось я закупаюсь силами хотя можно франаты купить тоже полезную вещь как-то все чтобы деньги было не жалко тратить тупая гробница гнонов ой как я мог потратить столько и и и и и и и и и не обидно по идее я не должен допрыгивать я могу попытаться давайте попытаемся на уголок попытаться запрыгнуть понимаете проблема еще в том что там нету помощника я не могу нигде прицать помощника тоже херово вообще нету призывника помощь в призыве спасибо что чуть меня не убил стенка все стоит жалко что камни нельзя забирать обратно открою закроется ладно что сделан то сделано анали тогда туда пытаться то что я только теряю это человеческий облик и помощника нигде нету можно чтоб я сначала не с тем дрался с крысами понял понял можно я убью спасибо спасибо легко босс легкий босс очень легкий крысы только что мешают все все главное выпить но остальное все как все остальное мы бац, бац, бац бац, бац ну и чё, и чё ты порыгал, и чё ты порыгал? ну и как? ещё крысиного командира, крысиный хвост в чём сложность босса? ни в чём главное убить самого этого, да и всё и сложность нулевая я просто сразу это понял, что босс лёгкий из-за того, что по его атакам то есть он, считайте, вообще мне почти нихуя не наносил наносили в основном урон его крыса по мне ну типа они мне, как сказать налаживали херовые эффекты да, этот крыс тоже там что-то попытался наложить выпустил какую-то херню но вы видели, что с ним случилось его не стало так, 15 тысяч у нас с вами на кону прокачка стоит 18 17 700 в принципе я могу использовать души, которые нам дали с меня достаточно извини, пошёл ты снова здесь? я очень добр отрекись от своих прежних взглядов и получи возможность высказаться клянусь служить в ней верой и правдой нет значит сопровождать нам больше не будет ну слушай при... стоп wait what? wait what? это что локация с водой, да? да это она там на сейф комната давайте тогда я больше не вернулась так ну костер один у нас получать снизу там перчатки гимнов вещи перчатки кочевника гимнов коренастые гирмны добросовестный кочевой народ но люди сочли их нечистыми и изгнали под землю сразу ловушки думаем на ловушке драконий талисман драконий талисман лечит отравление изначально так восполняет здоровье священный амулет лечит отравление и значительно восстановлю здоровье редкий древний амулет который как и да как говорят несет в себе частичку могучица в драконов неизвестно как его сделал человек или же иные силы но херня о том что это юзабельный предмет начну на один раз мы с вами когда здесь сохраняемся и все поэтому ребят всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока